МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Амурчанин. Я вижу, что вы находитесь в рабочем кабинете. То есть, несмотря на самоизоляцию, безусловно, чиновникам приходится работать в этих обстоятельствах. Но, тем не менее, работа законодательного собрания, она же тоже претерпела определенные изменения. Ну, конечно. Уже в марте после принятия решения о приостановлении работы ряда организаций и предприятий депутаты конкретно фракции полностью поменяли свой план и занялись вместе с правительством разработкой пакета антикризисных законов. И в первую очередь, конечно, это было необходимо для малого и среднего бизнеса, который первым принял на себя удар и почувствовал о том, что снижение идет резкое доходов, но при этом, конечно, никто с них обязательств не снимал. Поэтому вот те 28 сфер, которые у нас попали в список наиболее пострадавших, а это список большой, там магазины, парикмахерские и спортивные залы, я их перечислять не буду, но вот как раз для них, вот с целью поддержки и полностью поменялся формат работы, и вот уже сегодня мы рассматриваем подготовленный пакет документов и надеюсь, что уже во втором чтении на этой неделе, то есть в окончательном варианте эти документы будут приняты. Как раз там речь идет и о льготах по налогам. А что именно, какие меры предлагаете ввести? Ну, речь идет в законодательных актах одни, одно предложение, которые у нас снижают налоговую нагрузку, есть предложения, которые полностью ее обнуляют. Например, если мы говорим о предпринимателях, а в основной части у нас в Амурской области все-таки предприниматели работают на упрощенной системе налогообложения, и если они работают по, будем говорить, системе налогообложения доходы, то предложено нами ставку установить 1% вместо 6%, которые на сегодняшний день существуют. Если речь идет о доходах, уменьшенных на величину расходов, то есть налогооблагаемая база таким образом, то здесь предложено ставку с 15% снизить до 5%. Это вот то, что касается снижения. Есть очень хорошие варианты обнуления, когда речь идет о патентной системе налогообложения. На сегодняшний день у нас 24 вида деятельности, фактически на 2 года освобождены от налогообложения. Нами предложено расширить этот список буквально в 3 раза и включить в этот перечень все виды деятельности, которые указаны в налоговом кодексе, и они все получат на ближайших 2 года после регистрации свою ставку 0. То есть фактически не будут платить налоги совсем. Можно еще сказать о том, что у нас льготы предусмотрены и для других видов налогов. Так возьмем автобусные те же перевозки, которые у нас осуществляются. И мы говорим о том, что они у нас тоже очень пострадали, но у них транспортный налог. И поэтому нами предложено транспортный налог для предпринимателей, для организаций, независимо, где бы они ни работали, внутри города или на пригородном сообщении. На 2020 год ставку тоже сделать 0. То есть освободить их от транспортного налога. Я думаю, что это тоже, конечно, будет довольно хорошим, ощутимым для них облегчением. Ирина Александровна, я поняла вас. Вот смотрите, сейчас действительно чаще всего предприниматели слышат информацию о том, что вот есть основные сферы, которые пострадали, но при этом что с остальными? Вот остальные сферы, вот эти вот льготные послабления по налогам, они коснутся или нет? Ну, во-первых, 28 видов деятельности, это очень, конечно, большой перечень. Я просто не стала как бы заострять внимание. Не надо забывать, что это все досуговые учреждения нашей организации. Это, ну, как я говорю, те же парикмахерские гостиницы. То есть это очень большой перечень. И основная часть малого и среднего бизнеса, они работают именно в этих сферах деятельности. Поэтому они все и получают это послабление, очень существенное послабление. Все остальное тоже рассматривается, то есть по мере того, насколько выявляется. Вы же понимаете о том, что, как мы уже сказали, это, во-первых, очень все-таки короткий промежуток времени, и необходимо это все проработать. На сегодняшний день рассматриваются и другие виды деятельности. Я очень надеюсь, что они тоже будут включены в этот перечень. Но ответную обратную реакцию, то есть внимание обратное, реакцию обратную от предпринимателей мы ждем. Если кого-то, ну, не дай бог упустили, конечно, стоит с ними поработать. Спасибо вам за такой комментарий. Что касается людей обычных, простых, которые зависимы как раз в том числе и от бизнеса, безусловно, напрямую, да, и которых коснулись те же сокращения, в общем, сокращение заработной платы, сокращение персонала. Вот как с ними, да, какие меры поддержки вы предлагаете для них? Ну, при принятии решения всегда на первом месте стоит человек. И сегодняшняя поддержка, о которой мы говорим, она направлена в первую очередь на поддержку именно простых людей, которые работают в этих видах деятельности. И, конечно, наша главная задача всех, я думаю, это сохранить рабочие места и сохранить доходы граждан. Вот это как раз то, для чего и бизнес поддерживается, чтобы они могли поддержать своих работников в первую очередь. Но есть и социальные меры. Я просто коротко напомню о том, что, во-первых, в начале апреля уже нами был принят по нашей инициативе закон о выплатах для детей с 3 до 7 лет. Я как бы об этом много сейчас уже говорится, останавливаться не буду. Но также нами рассматривается наше же предложение, когда на период пандемии мы предлагаем снять ряд ограничений по некоторым льготам. В частности, у нас почти 80 тысяч населения, то есть жители Амурской области пользуются льготой по снижению оплаты за коммунальные услуги и жилищные услуги. Если у них есть задолженность за два месяца подряд, то они прекращают получать эту услугу и полгода останавливаются, и потом им надо будет подтверждать. Нами на сегодняшний день внесен законопроект, в котором есть поправка, отменяющая вот это ограничение. То есть у нас граждане, а это и ветераны труда, это у нас и почетные доноры, и многодетные семьи, и проживающие в сельской местности. Ну то есть достаточно большой список, 80 тысяч, конечно, жителей. Это они у нас будут вот на этот период получать без ограничений вот эту поддержку. Я тоже думаю, что она будет, конечно, ощутима. Не могу не затронуть, наверное, вопрос, который уже вот мы говорили по транспортному налогу для пассажирских перевозок, но также на сегодняшний день рассматривается вопрос по транспортному налогу, полностью обнуление налога, и оно очень актуально, оно давно рассматривается, но вот сейчас как раз, я думаю, будет принят. Речь идет об обнулении налога для ветеранов Великой Отечественной войны. По действующему законодательству они у нас могли не платить налог, то есть не платили налог только по транспортным средствам до 150 лошадиных сил. На сегодняшний день мы говорим, любое транспортное средство не облагается налогом у ветеранов Великой Отечественной войны, то есть вот это как бы полный ноль. А также мы расширяем категорию по ветеранам боевых действий. На сегодняшний день они у нас точно так же не платят налог, если транспортное средство до 150 лошадиных сил, но при этом у них должен быть прожиточный минимум меньше двух единиц у каждого члена семьи. На сегодняшний день мы вот этот вот критерий по прожиточному минимуму предлагаем убрать. То есть получается, что независимо от доходов самого ветерана боевых действий, членов его семьи, ставка налога будет тоже ноль. Есть ставки налогов, которые у нас и по аренде, по налогу на имущество, снижение, ну то есть достаточно много рассматривается, я думаю, что еще больше будет. Главная задача нам все-таки поддержать. Когда будет уже в принципе принято решение, то есть как быстро они вступят в силу, все эти поправки? Вы знаете, вот как раз мы начали с вами по ситуации, в которой работает законодательное собрание. На сегодняшний день у нас принято решение не проводить голосование в обычном режиме. голосование идет по заочному формату. И вот как раз сегодня заканчивается подача документов в письменном виде всех депутатов, свое мнение выражают. Это фактически поименное голосование. И в дальнейшем, до конца, я думаю, вот этой текущей недели уже пройдет и второе чтение по данным законопроектам, и оно будет принято. Конечно, есть вопросы. Какие вопросы? Ну, будем говорить, что, во-первых, перед заседанием, перед вот на сегодняшний день проходили комитеты, они тоже все прошли в режиме ВКС. На комитетах рассматривались все эти законы, у депутатов была возможность задать вопросы, что-то уточнить. Ну, это фактически, они заранее дистанционно изучали материал. Это наподобие, как дистанционное обучение в образовательных учреждениях. Конечно, это сложнее, чем очное общение. И, к сожалению, у нас не всем депутатам такая ситуация нравится, будем говорить. Не все хотят усложнять свою работу. Но, тем не менее, все находятся сейчас в таких условиях. Большинство, я думаю, все-таки поддержит, подойдет к этому объективно, поддержит данные законы. И, тем более, что они нужны, нужны срочно для наших всех амурчан. Это точно. Спасибо большое вам, Ирина Александровна, за интересное интервью. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня мы общались с Ириной Киевской, руководителем фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Амурской области. Вы смотрели в центре. Внимание. До встречи в эфире.